здравствуйте подписчики моего канала с длительниц данного видео сейчас будем глистовать свиноматка и поросята в возрасте поросята в возрасте где-то месяц неделя месяц 10 дней и свиноматка соответственно проглистуем короче и свиноматку и поросят альбиндазол лекарство такое у нас более-менее ну скажем не ядреная но в принципе работает неплохо гельменты выходят нормально там можете почитать на какие она действует в общем правило как обычно утро лучше христовать утром при этом вечером была дана где-то процентов 70 от обычной нормы ну и сейчас соответственно процентов будет 70 тоже от нормы единственное смотрите ни в коем случае нельзя его разводить в молочнокислых продуктах ну то есть молоко обратно а вот не действует тогда ухудшается его действие альбиндазола я добавляю его просто в корм ну и в принципе ничего сложного сейчас пойдем будем давать банда дрыхнет пойдем ты где-то с половину сборщик у него все пойдет остальное туда звери смотрите я уже часть продал поросят осталось звери и моего все выходить для поросяток отдельная кормушка но она и там и там успевает конечно в общем доза 15 грамм альбиндазола 50 процентного на 150 килограмм живого веса сумму веса посчитал вот у меня сто пятьдесят килограмм с кони моря кони кони что-то радость они бегают в общем получается 1 грамм на 10 килограмм веса соответственно 15 грамм у меня получилось на 150 килограмм веса вес свиноматки порядка килограмм 100 дом осталось от нее было килограмм на 150 поросятки высосали сейчас этих поросят продадим вы мне покрывать она постоянно такая худая становится отдает хорошо молоко кормит их неплохо увидите сами какие в общем альбиндазол лекарство такое скажем так потравить им вряд ли получится передоз цена да уж совсем там передоз поэтому если вы там дадите в половину больше от веса ничего страшного вот уколы могут конечно привести к летальному исходу особенно на поросят здесь же у нас все будет нормально видео дерутся как дурачки а хорошие стали слышь хоть и не лысые но мы это самое мне кажется с ними проще вот смотрите не лысых проще будет выращивать они такие менее скажем так менее восприимчивые к корму будут хорошо расти от любого корма пусть их надо больше конечно бмвд там все эти вещи это же хитрожопый упал и маму сосет ноги торчат хотя у него у них папа лысый был и половина выводка тоже лысых было это остались они лысые так что не помешает их про альбиндазолить так скажем провести им эту самую чистку от элементов повторюсь на грамм десяти процентов альбиндазола на 10 килограмм веса живого веса свина поросятки он можно души вытворяют содержит варитах в про два подстилка горячая теплая они себя чувствуют прекрасно ни говна ни сак ничего нету смотри да еще он хотел обратить внимание на по поводу подстилки глубокая подстилка вода рай все работает исключительно хорошо ну правда зима в этом году не очень там не скажу же такая прям холодная но вот сегодня ночью минус 8 там было шестаке днем будет наверно около нуля но все равно им бим замечательно они он как видите и чистенькие все и здоровые бегают не кашляет не чихают чувствует себя просто отлично должен дали сейчас будем уходить уже по водичке смотрю водичку он пьют из ниппеля одного ниппеля на всех хватает в принципе а вот смотри пятаками друг обдруга трутся да ну ты такие братья и сестры не это не братья племянники в общем проглистовать никогда не пойми не повредит и сделать это можно когда порося там уже ну надо ждать больше месяц ну в месяц не раньше месяца потому что раньше дело такое стремное даже альбиндазолом лучше не играться пену пустит и сдохнет а вот в таком возрасте я думаю будет все с ними хорошо ну им уже больше месяца где-то не жарю месяц там может 10 дней вот так дней 40 уж поэтому смело можно 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 проглистовать какие у него широкие плечи волоса ко мне ближе и вот тут и вот тут хороший вот это что пошел просто замечательно попу поросятки ну не все неплохие эти прям двое можно было бы оставить от нее слышь шерстяной а сколько ты смотрел сисью вот смотри 16 это в среднем будет 8 поросят а по максимуму 16 выкормить сможет 16 это конечно много не сушит из этого велосипеда лично делают велосипед но вот это от нее оставить тем хорошо что она и во первых и приводит нормально никогда не давит их и этот самый до десяток в среднем в этот раз 7 штук в общем вот так вот у нас происходит проглистовка вот такие поросятки бегают продаем уже года на 2 надо торгуем рюка года два уже мы торгуем так уверенно есть люди которые уже не по несколько раз брали и принципе довольны и говорят поросятки там вырастают до 150 килограмм то я сам видел у знакомый покупал там смотрел на них такие прям 20 в общем главное знаете что в этом все разведение очень важно папа мама чтобы не были со связями близко родственные лучше взять в разных местах чтоб не получилось с одной фермы лучше не брать бы там кто его знает как они там между собой и тогда будет получаться поросятки которые будут расти нормально и все будет у них хорошо так что подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты всего доброго